Прежде чем мы перейдем к рассмотрению задач, вспомним основные правила работы с процентами. Чтобы найти процент от величины, нужно величину умножить на соответствующую этому проценту десятичную дробь. Чтобы найти всю величину по ее проценту части, нужно эту часть величины разделить на соответствующую проценту десятичную дробь. Рассмотрим задачи. Товар стоил 3000 рублей. Его цена повысилась на 15%. Какова новая цена товара? Чтобы найти новую цену товара, нужно определить, на сколько рублей повысилась прежняя цена. То есть найти, сколько рублей составляют 15% от 3000. Теперь к предыдущей цене прибавим 450 и получим новую цену товара – 3450 рублей. Рассмотрим обратную задачу. Цена товара повысилась на 20% и составляет теперь 90 рублей. Сколько стоил товар до повышения цены? Решение. Вспомним, что целая величина всегда 100%. Значит, первоначальная цена составляла 100%. Тогда после повышения стоимости на 20% цена стала 120%. Эти 120% составляют 90 рублей. Теперь для того, чтобы найти первоначальную цену, мы должны сначала перевести 120% в десятичную дробь. Это будет 1,2. А затем 90 разделить на 1,2. Мы получим 75 рублей. Это и будет ответом на нашу задачу. Рассмотрим еще один тип задач на проценты. По плану, рабочий должен был изготовить 64 детали. Он изготовил 72 детали. На сколько процентов рабочий перевыполнил план? Решение. По плану, рабочий должен был выполнить 100% работы. Найдем, сколько процентов от плана составляет количество деталей, изготовленных по факту. Для этого 72 разделим на 64 и умножим на 100%. Получается, 112,5% плана выполнил рабочий. Посчитаем, насколько перевыполнен план. Вычтем из 112,5% 100%. Получилось 12,5%. Это и есть ответ к нашей задаче. Еще одна задача. При сушке трава теряет 75% своей массы. Сколько травы надо накосить, чтобы получилось 1500 кг сена. При потере 75% остается 25% массы. Так как сено у нас 1500 кг, это и есть 25% от массы свежей травы. 25% — это 0,25. Значит, чтобы найти массу свежей травы, то есть 100%, нужно 1500 разделить на 0,25. Получится 6000 кг свежей травы. Запишем ответ. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok